Такая оперативная съемка, снимаю с телефона. Дерево очень много, в этом доме панелей как всегда дерево. Дом был загрунтован и подготовлен. Дальше бригада делала дерево. У нас совсем по-другому делают ребята. У нас вот это дерево набивает перед покраской. Потом приходит человек ставит гипсовые кромолдинги. Здесь всюду будут гипсовые кромолдинги. Здесь тоже самое. Камин будет обшиваться. Такое огромное окно в офисе будет. Дальше такой dining room будет. Дальше кухня. Сейчас мы посмотрим второй этаж. Пойдемте на кухню. Тут ребята, сегодня никто не работает. Можно снимать тихонько. Такие огромные наличники. Вот эти огромнейшие наличники. Вот эти все дырочки. Все будем шпаклевать. Здесь будет камин внизу обшиваться натуральным камнем. Верх будет сделан из дерева панельной. Вот такая кухня. Небольшая. В принципе и дом небольшой. Приблизительно может быть 250-300 квадратных метров. Может быть. Ну не знаю. Сейчас пойдемте на второй этаж. Вот лестница на второй этаж. Там спуск в байсмент и выход в гараж. А вот второй этаж. Как всегда у нас скайлайта. Вот туда лазить. Это конечно здесь ребята реально всю ручная работа. Валик кисточки. Вот потому она и ценится ручная работа в Канаде. Спреймашина здесь не пойдет. Слишком много затрат и слишком много прикрывать это все. И совсем другие краски идут. Грунтовка например на дерево идет одна. На гипсокартон вторая. На влажные помещения на гипсокартон еще другая. На скайлайты другая грунтовка идет. Для влажных помещений. Для вошрама для этих тоже другая грунтовка. То есть тут на доме четыре вида грунтовки только. А красок сколько? Ого! Так что здесь работа будет на месяц. вот как-то так иду наверх. Китачи. Уже ребята начали плитку положить. Тут джакузи. Вот такая плитка. влажные Так, конечно ничего не видно. На улице дождик. не очень это освещает это спальня там дальше в коридоре не буду снимать хозяин дома с хозяйкой и женой выбирает вот такие панели будут вот как бы так два скрыва это будут один и второй и 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 Продолжение следует...